Мы сейчас находимся в Барнауле. Сняли мы квартиру посуточно. Сейчас я вам типа рум-тура сделаю по квартире, а потом расскажу интересные моменты тут. Сразу начну с балкона. Вот тут такой шикарный балкон большой в квартире. Она получается как полуторка или как евро-двушка типа. Вот кухня такая. Диванчик тут Кирюшка рисует у нас. Кухня. Все есть. Техника вся, слава богу, рабочая. Санузел тут получается смежный. Боже, что это? Так, это у нас вытяжка. Так, вот такая у нас душевая. Стиральная машинка. Все есть. Здесь спальня. Кирюха тут кайфует. Он тут рисовал картины. Мультики смотрит. Отдыхает ребенок. Он у нас приболел немножко. Так, это шкаф. Шкаф. Гардеробный такой. Ну, большой достаточно. Это коридор. На бардак не обращайте внимания. Вот эта сушка, блин, она не складывается. Представляете, я ее таскала. На балконе прохладно, чтобы сейчас белье там сушить. Поэтому мы в квартире сушим. Вот он, больной. Заболевший наш скачет. Так, эту квартиру мы сняли посуточно, потому что мы будем, мы были с дороги. Особо не заморачиваться с поисками. Сразу заехать и отдохнуть. Сняли мы ее на 10 дней. У Олега сейчас сессия. И чтобы не заниматься поисками квартиры, мы сейчас поживем здесь. Он походит на учебу. И параллельно мы сейчас будем подыскивать тебе что-нибудь на длительный срок. Выбор пал на эту квартиру. Именно вот на это агентство. Потому что они заселяли ночью. И они нам оставили ключи под ковриком. Ну да ладно. Собственно, вообще все равно, кто заедет в эту квартиру. Может быть, какие-то маньяки тут вообще, я не знаю. Изначально мы как бы сняли другую квартиру. Но уже нам потом, перед самым главным уездом, вот за день, наверное, вот за день нам завтра уезжать. И нам за день написал представитель, риэлтор, я не знаю, собственник. Написал, сказали, что ту квартиру, которую мы сняли, которая была как раз напротив института, ее убили на Новый год. В общем, там ремонт нужен. И нам предложили варианты квартиры, уже других квартир. Мы выбрали эту. Она дороже по стоимости, чем та квартира, которую мы изначально выбрали. Та, получается, была где-то 1700, а эта 2,5. По-моему, так. Не изменяет память. Ну, в общем, как бы на существенную сумму такая разница. Мы в этом городе уже второй раз. В прошлый раз мы были позапрошлым уже году. Мы ездили в отпуск, вот в Горный Алтай, к дедушке. Потом ездили по Горному. И вот мы остановились в Барнауле, потому что у Олега была тоже сессия. Он тут пару недель мы тут жили. Тоже снимали также посуточную квартиру. Вот. Мы тут были только летом. Зимой мы тут еще не были. Самый главный минус квартиры, что она была прям грязная. Ну, прям такая, знаете, неопрятная. Я сразу открыла холодильник, и там прям, в смысле, прям, ну, знаете, прям пользованный он был. Как будто бы там даже тряпочка никто не прошелся. В душевой также вот, где слив, там вот эти вот волосы, как бы зеркала вот с этими разводами. Потом здесь видно, что вот квартира, она была, видите, утопленная, затопленная, я не знаю. Здесь вот такое вот все. Вы вот эти вот все вот эти терки, блин, ну как? Нафига так его вообще ложить? Ну, нежели люди будут этим пользоваться? Ну, вот я не знаю. Такое вот все. Ну, короче, приборы вот эти вот все. Я, в смысле, я эту ложку брала, она, вон она все липнет, видите? Ну, как так? Ну, капец. Ну, очевидно, что мне она будет помыть это все. Ну, если я буду этим пользоваться. У нас вот свои приборы мы привезли с собой, потому что, мало ли, может, дороге понадобится. Я тут такое как помыла, тут из моющих средств только вот это вот дело такое, не в очень хорошем. И сода, блин. Сода я вчера ванну мыла. Ну, не ванну, а тут уже вошел, чтобы хоть как-то помыться. Вот поспали, и наутро, представляете, у Кирилла сопли. В смысле, он прям заболел. Ну, как бы температуры нет, вот эти вот сопли прям. Сейчас надо пойти в аптеку сходить, она здесь в доме есть аптека. Купить какое-нибудь ему лекарство, капли какие-то от носа. У него сопли год не было. Получается, вот как на Камчатке перестали ходить в садик. И вот я привезла его в Казахстан. У него начались... У него вот это он сразу заболел у нас ветрянкой. Он подхватил ветрянку, и все, и больше он вообще не болел. Ни температуры у него ни разу тут не было как бы. И тут мы приезжали, у него сразу сопли. Не знаю, может это адаптация, или дороги где-то там продуло. Как бы дорога такая нелегкая была. Ну, вот такое вот. Сейчас вот надо вылечить, ему будут сопли. Короче, вообще, приехали мы с приколами со своими. Ой, какую красоту ты нарисовал, малыш. Купили тебе лекарства. Носик полоскать. Скользота, конечно, вообще ужасная, да, Кирюшка? Да. Покупки, да, Кирюша, совершили первые свои? Да. Сами. Так, все, пришли с магазина. Купили целый пакет каких-то продуктов. Я там что схватила, без головы на самом деле особо. Взяла овощи замороженные, хочу сегодня сделать сыром, обжарить. Морковку по-корейски взяли. Творог. Так, Кирилл себе взял на пробу, оказывается, он их не пробовал, эти йогурты. Немного взяли мандаринок, так, потому что если их много, они сразу почему-то у нас съедаются, не лежат особо. Так, сыр, сырок. Это вот как раз на блюда. Так, Кирюшин, сок, сок тебе. Вот эти штучки он попросил. Свити. Взяли попробовать здесь. Мы, кстати, в Казахстане видели, но почему-то я не взяла и ни разу не пробовала. У нас почему-то в городе его не продают. Будем пробовать первый раз. Свити. Лаваш. Творожный сыр. Другого тут нету. Ну, зелень. Тут смесь зелени. Наборчик продается. Петрушка, укроп и зеленый лук. Кирилл выбрал себе наггинсы. Как это без них? Мы их, правда, редко едим, но очень захотел. И вкусняшку. Кирилл. Такой пакет. Что-то у Мечека нету почему-то. Сейчас бы сказала бы, сколько нам это все стоило. Ну, в принципе, цены не очень дорогие, кстати. Я уже отвыкла, конечно, от российских цен. Но, в принципе, цены везде разные в регионах у нас. Вот где мы живем, в Камчатском крае, там, конечно, ценовой у нас максимум, наверное. Как цены, как в Москве. Там очень дорогие. Здесь, конечно, намного дешевле, чем вот на Камчатке цены. Поэтому здесь тоже надо привыкать сейчас к этим ценам. А так у нас еда есть. И сразу, когда приехала, сварила борща. Поэтому есть что покушать. Надо сейчас второе сделать. И все. И можно будет нормально существовать, так сказать. На улице вот такой мороз. Нарисовал вот такие вот узоры. Да, тут тоже, кстати, холодно. Климат похож на Астану. Так, вот, наконец-то, Олег пришел с учебы. Сейчас ему грею борщ. Проголодался вечный студент наш. Не отпускают учебу, идем надо. Ну да, сейчас самое такое горячее время на сессии, где много надо всего сдавать. Самое начало. Сейчас Машка поздает, уже будет полегче. Так, все, несу борщик. Обедать. Приятного аппетита. Так, время пришло попробовать этот с Вити. Вот такой вот он в разрезе. Светленький. Сейчас будем пробовать. Вот такой он. В разрезе. Немножко так подгарчивает. Ну, ничего такой. Кто любит грейпфруты, тому вообще зайдет. Так, Олег тут уже ручку делает. Безусловно, она была, приехали. Тоже какие-то двери, блин. Мы тут приехали в модный торговый центр. Единственный. Ну, большой, самый такой, более современный Galaxy. Там есть Ашан. Надо много чего купить. И по хозяйству что-то из продуктов. Сейчас погуляем. Мы тут уже тоже были. Мы когда позапрошлом году сюда приезжали. Да, да. Мы сюда это. Часто ходили, потому что мы недалеко жили. А сейчас мы живем подальше. И приходится... Немножко. Да, да, проехать чуть-чуть. Вот. Да, здесь рядом тоже частный сектор. Видно. Частные сектора. И такой смог стоит. Угольный. Угольный, да. Угольный, да. Прямо воняет. Пишать немножко. Ну, видно, может, серость вот этого. Прямо воняет. Сейчас пойдем сходим в какой-нибудь фудкорт. Кирилл хочет перекусить. Потому что дома он есть отказался. Ну, в принципе, торговые центры, они везде одинаковые. Что-то есть, чего-то нету. Как бы так основная база. Все можно везде купить. Без проблем. Так, вот зашли на фудкорт. Тут вот каток. Людей много катается. Вот тут это та самая знаменитая вкусная точка. Людей очень много. Вон, сесть некуда. Мы сейчас стоим в очереди. Да, Кирюшечка, да. Напитки такие. Капец, мы ели нашли место себе на самом деле. Это какой-то ужас. Вон, ростик, что-то сейчас фиксит. Так называют. Ростик. Все в черных куртках. Мне кажется, что в Казахстане люди как-то поярче одеваются. Кирюшке, вон губа растерлась. Я себе взяла чай. Вот он. Зеленый. Да, вижу. Вот туда вот надо ставить. Да, Кирилла. Это хэппи милк, как раньше был. Вот только сейчас здесь, в эту вкусную точку, они свое сделали. Людей очень много. Просто капец. Просто ужасно. Кстати, хороший прям сок такой, апельсиновый. Сырный соус взяли. Пришлось купить два, потому что по одному тут не продают. Это типа елочная игрушка. Вот тут дырочки. И поиграет. А дырочки сюда ниточку просовываешь. И на елку повесить можно. Я такая молодец, сижу, чай пью. Забыла пакетик туда положить. Сижу, кипяток пыл. Вот такие вот игрушки. Тут вот так же есть кинотеатр, как и в других подобных торговых центрах. И вот такая безумная очередь в грузинскую куплю. Все, поехали мы за покупками вниз в Ашан, наконец-то. Тоже тут ритуал. Сейчас везде скидки вот эти вот. Ой, и в Роше, кстати, надо будет. Потом мне тоже. Тут же уже кальзодония. Только что-то не горит. Так, все, зашли в супермаркет. Сейчас купим, что нам нужно. И поедем домой. Вот такой выбор тут гринфилдов. Так, но мне нужен обычный. Зеленый, с жасмином. Так, взяли доместос. Так, мне надо сразу взять перчатки какие-нибудь недорогие, чтобы полы мыть. О, прикольно. В супермаркете точка и в Роше можно вот брать. Продукты и в Рошефские. Внутри супермаркета. Прикольно, молодцы, сделали. Очень удобно. Еще пользовалась активно этой маркой. Заказывала эти бандероли кучами. Все перепробовала. Вот тут шампуни все. Тоже. В общем, все самое такое популярное тут все представлено. Конечно, в павильонах в их больше выбора. Здесь тоже. Вот он, мой чай любимый. Обожаю этот чай. Я уже пью, уже лет, наверное, больше десяти точно. Не изменяю. Еще на самом деле надо купить какую-нибудь щетку. Дома нет веника. Есть только свабра, а нет никакого ни веника, ни пылесоса. Хоть как-то мусор собрать. Вот она, Кока-Кола. Мама, это другая какая-то. Да, Доброкола. Да, это другая. Такая. Может, какую-нибудь кашу возьмем? Что-нибудь на гарнир сделаем? Поняла все. Да, я поняла все. Может, какую-нибудь гречку, я не знаю. Что-то хочется такое нормальное. Нет, давай гречу посмотрим. Нашли гречку. Кстати, здесь вот такая вот стоит 369 всего рублей. Такая форель. А что, цены стоят? Ну да, цены. Тунец. В рыбном отделе такие эти... Это кто, Сомик, да, получается? Нет. Нет, не Сомик, у него как у Сомика. Ну, похож на него, да. Где вот такая рыбка? Живая. Здесь большой выбор также. Вот этих всех мидий просто куча. Так интересно, написано просто лосось. А что за лосось? Непонятно. Там форель. Такие цены. Люди, категория. Яйца вот 130. Разные есть тоже цены. Третья, 25 копеек. Приятного с покупок. Есть и за 200. Какой хлебушек. Нормальный такой. Смотри, птичка, какой хлеб. Здоровый. Косиси, кусиси. Бил. Ничего себе не было. Да. Так что всякие тортиков разных, куча разных. Самых. Это мы все мимо идем. Нельзя нам такое кушать. Не знаю, как ребятам, а не точно. Тут огромный выбор вот этих вот всего замороженных овощей, которые я покупала. Очень много всего. Также огромный вот этот выбор нарезки. Да, может взять какую-нибудь такое, что-нибудь из индейки. Блин, я, честно говоря, не люблю ходить в магазин, когда я не знаю, что готовить. Вообще. Что-то я ничего не придумала, что я хочу приготовить, и я прям теряюсь тут. Сыров тут тоже до хрена и больше. Самые разные. Это все нарезанные сыры. Так. Еще вот то, что это, все цены вот указаны за 100 грамм. Тут тоже вот за 100 грамм. Что-то как-то не очень удобно. За 100 грамм. Так, вот такие огурцы стоят вот 299 рублей. Такие 329. Каркунов. Такие 209. Они тут одни остались. Хочу взять какой-нибудь веник, чтобы было бы мне чем подмести в квартире. Вот, наверное, вот это, да? 205 рублей, думаю, он с совком меня устроит. Не хочу что-то брать дорогое, потому что, может быть, у меня на той квартире будет что-то нормальное. И вообще у нас пылесос есть. Поэтому. Тут валенок целая куча, вон. На любой этот. Ах. По две с половиной, по 1300-1400. Я не знаю, зачем я их смотрю, если честно, я что-то так уже устала. Блин, что-то мы вообще-то еще входим, ходим, он еще не купит, если честно. И не можем найти мясо нормально. Не знаю, где она тут продается. Надо взяла себе ленивку и сегодня буду подметать. Да. О, продается эта казахстанская сгущенка. Деповская. Блин, в Амашане вообще какая-то дичь на самом деле. Мы, получается, прошли через кассу. Может, давно мы тут не были, наверное, слишком, Олег, в Ашане. Мы сначала прошли через кассу, нам все пробили. Потом надо с чеком идти на терминал, вот на вот эти вот. И чек отдельно платить отдельно там. Потом... Ой, конечно, тут так все что-то муторно. Как-то сложно все. Но. И самое интересное, не только у нас там сложности с этим. Там что-то люди вообще офигевают. Хоть там девушка как бы продукты себе оставила. Сказала, на кем? Мне-то надо тут стоять, только очередь. Если вот эти вот терминалы отдельно, почему сразу нельзя тут проливать продукты? Жесть какая-то. Так, Кирюшка, аккуратненько. Молодец. Купили, в общем, вообще по мелочи. Сейчас зайдем в другой магазин, у нас дома. Потому что как-то странно. Мясо вроде, вроде оно есть, но его по факту нет. Там вот это либо охлажденка, курицы мало. Я, честно говоря, даже и выбрать ни с чего особо было. Нам конкретно, под наши запросы. У нас тут на квартире опять какой-то этот коллапс. Что ты... Кофра сломана просто, напросто вообще. Капец. Сифон отсутствует в данной конструкции вообще. Прокладки уже не держат, все рассохлись и дырка... Нам тут дожить всего лишь три дня осталось. Да, осталось дожить и все. Какая-то проблемная квартира досталась вообще. Капец, проблемная. Капец, блин. Три дня жили в мусоре. Сейчас еще полы помою. Сегодня Олег это... Прозванивал по поводу квартиры. Вроде завтра созвонимся. Может быть, подойдет нам один вариант. Конечно, немножко не в том месте, где хотелось бы. Но все равно. Вроде такая... Ничего такая квартира. Так что, смотрите. Смотрите дальше. Покажу вам квартиру, которую сняли. Пока. Пока-пока. Так, ну а дальше будет контент для любителей. Смотреть, как другие люди работают. Вот такой у нас вид с окна. И вот такой сегодня закат. Хорошее такое обозрение. Б composition. Продолжение следует. Пока. Пока-пока. Пока! Пока-пока. Излежал.